приветствую друзья привод пвп бой против данного игрока ирбис был достаточно интересный бой были мне конечно проблемы в этом бою связанные с вертексами в общем собираю на красные атаки не знаю когда уже завезут эту возможность обмена бустов потому что их 400 штук и они абсолютно бесполезны густы красный развед получается строки пытаюсь выйти вот у него уже третий штаб он раньше вышел в 3 чем я но я поставил вышку он бункер не ставил поэтому по ящикам собрали 50 на 50 я еще у себя на базе не собрал ящик я даже не мог подумать что там он будет к сожалению здесь на холме бывает время от времени тоже ящики есть но я тоже не успел так скажем был не в настроении вот видите ящики отдал ему ну да ладно там кстати наверно больше всего ресурсов дают за ящики продали ну и здесь я тоже отдал решил сделать пеха ну точнее отправить туда убить за свет который там остался понял я что я кречит никак не успеваю по тайминам решил поставить две по ложке и сделать одного пока койота для разведки делал не 6 с и планы райта третьего штаба мамонты яги и дикобразы что я с премиум игра видел его аватарку аватарку с доната это сто процентов я не думаю что он ее купил за 10 тысяч голды никакой здравомыслящий человек этого не сделает ну к сожалению если такие наверно здесь него разведка прислал он сюда пехоту в общем я понял что не даст мне разведать я хотел просто подождать видели этом поставил на стоп думаю попозже заеду посмотрю но нет он не хочет я посмотрел в общем здесь я увидел два вертекса уже есть 6 минута достраивается у него здесь цеск электростанция завод у него был второго уровня или первого поэтому я ну то есть начале почему я поставил по ложке я увидел пехом который мне там сидит что у него завод первого уровня если человек играет девсоградом или даже молотом у него будет завод уже по-любому какой-то уровень другой но я сразу по ложке и тыкнул здесь я включаю голд воздух потому что я не знаю на каких бустах он играет у нас договора нету принципе играют каждый как он хочет так ставим здесь как-нибудь получается два дикого раза явно мало чтобы отбиваться уверенно от вертекса ну я принципе их уронил ну там явно он атаковал скорее всего не на золотом не знаю золотой атаки потому что там были моменты некоторых бою где я видел 102 вертекса лопали моего дикого так делаем и здесь мамонтов но видите все быстро убивается вертексами ну принципе он тоже теряет так пока диких не вроде бы хватает это так кажется на первый взгляд я немножко здесь отвожу ягуара чтобы он попадал под вертекса опять его свое законное место ставлю немножко попытаюсь прессинговать здесь он ставит бункер наверно я его выношу до бункер был когда уничтожил все было видно что бункер здесь вот засвет пару зевсов всего лишь у него есть он копит сейчас вертексов он вертексами принципе это бьется данная так и без проблем я сделал здесь немного гренов ну чисто как пушечное мясо плюс урон по технике если она будет здесь я слишком быстро пехоту свою не точнее технику букву к нему не нападаю здесь видите мертвая зона из-за этого холма и сразу вертексов не видно как они летят и здесь очень аккуратно можно вертексами от этого холма отыграть и посносить все что там есть даже не засветившись если постараться конечно три диких у меня есть и мы здесь пытаемся что-то сделать получается продвигаемся мы ягуарами тоже спешить не собираюсь я потому что одно лишнее движение я труп видите как он убивает скопил вертексов 4 вертекса или три там уже может осталось и он просто меня здесь уничтожил зевсом даже ну почти потерял зевса принципе но сейчас управляет в основном авиации ведь он и диких выбил у меня здесь остались только яги и мамонты я думаю что за фигня туре проиграл пвп что ли тоже проиграю думаю блин ну как так и я отступаю теперь из двух спецзаводов которые у меня производили и диких и мамонтов заказывают только дикобразов потому что ну это вообще никакие ворота не понятно как это отбивать наступая на базу видите у меня уже дикобразы заказаны под вас каждого в сумме 4 здесь все таким образом расставился непонятно что делать и я по-моему в этот момент уже решил выходить в авиацию или чуть позже когда он не очередной раз нагнет своими вертексами и здесь у меня получается . сбора идет примерно на центр карты здесь а диких пытаюсь тащить видите так по-моему я пока будь не буду включать подумал он не будет же самоубийством заниматься нет он полетел 4 вертекса у меня два дикобраза об минус об минус пехота об минус а вот еще дикий то есть 4 вертекса убили 4 диких к сожалению даже по ложке помогают никто не падает на голд воздухе да печалька в общем то опять он уничтожил думаю ну как так то вступаю еще глубже в базу заказываю все равно дикобразов про мамонтов я даже не думаю и вот я вышел в кречет пытаюсь по крайней мере выйти ставлю завод для авиации здесь вот так расставляюсь более менее дабы не получать супер сплэш урон пех мы еще сидит пока он не дает информацию у него же здесь диспет завод он начали хотел тайфунов делать ну после у него начали производиться грады все убил он мою разведку своим циклоном да у него там грады вот я показываю там грады я это увидел так пока уже синие бусты то есть тут как получится я думал я проиграл и все-таки на синьку перешел не знаю на каких он играл говорит что собирал он на красных бустах ну дальше явно он где-то галдил мое мнение были золотые бусты ну да ладно каждый играет как хочет потому что договора не было ребят и каждый хочет победу поэтому судить никого не надо вот такой красивый залп у него ну за этих получается градом можно развести на халявный залп и если у вас есть хорошая армия то мега хама можно ворваться и эти грады будут уничтожены на изи поэтому все играете зевса градом тоже будьте внимательны что не всегда обязательно сразу разлаживать градов минусы в том что их можно развести на выстрел разрядить их на первые 10 секунд и плюс в том что от авиации они более уязвимы потому что в раскладке у них броня режется где-то на 10 или на 15 единиц у них брони будет меньше ставлю строй двор здесь еще одного моего разведчика нашли как бы разведка меня чтобы по карте не было может всю карту там пытался прошарить кого-то найти убить но нет меня мало было разведчиков так убил он еще вертекс не получается моего пеха и оставлю здесь небольшой дэв пушку и положку потому что только так можно как-то продвигаться но это было единственное правильное решение я так подумал лучше смотрю что он не быстро выносит здесь он не пытался спецзавод выбить второго уровня 4 вертекса пол хп ему смысле там где-то 100 брони у него не знаю на каком он пусть я бил ну и здесь я его похоронил в общем-то спалил я авиацию я знал что у него скорее всего не будет айфу ну потому что он то не видел что мне савиа и он их не дел все минус его ограды на золотой атаке мы его ваншоты вроде как нет не ваншоты возможно он воздух включил да скорее всего на воздухе сейчас сидит или потому что он перешел в обратный режим походной в походном режиме все-таки брони побольше вертекс одного я похоронил ну здесь я решил отступить потому что два кречета все-таки маловато и так нормально и не сделал все-таки нежданчик для него это тоже был и ставлю еще один стройдвор поближе к нему прогоняю его с центра карты вот здесь неприятный момент у него куча зевсов но они стоят в толпе то есть они получают урон основной еще и сплэш меня здесь есть и пехота чуть-чуть отвлекают и ягуары были и мамонты и еще есть эти кречеты которые наносят неплохой урон особенно сплэш еще проходит по ним в общем за счет кречета я принципе здесь и отбился так бы я все здесь потерял дикобразы не наносит своим пулеметом такого урона чтобы убивать зевсов в общем здесь я даже в плюсе мне кажется по ресурсам оказался там сколько было зевсов 10 наверное и мои 6 ягов то есть я нарисов 500 600 точно здесь был в плюсе по потерям так 1200 леса у меня пока еще третий штаб только на третьем воюем кого у меня всегда окончается пополняется поэтому никакой речи о четвертом штабе не может быть что я сейчас перестану делать армию я сдам центр карты вообще свои позиции и мы здесь сидим ковыряем его напомню мама у меня ранга тринадцатого я не балуюсь потому что ну как он хоть и слабый по отношению того что мог бы быть на восемнадцатом ну против града вон сирно позиционку свою держит отпугивает по крайней мере за счет дальность в любом случае у него на 2 на 3 клетки выше чем у града ставим здесь пушку он уже по ней раз закинул получается атаковал в общем перекидываю сюда я диких дабы понимал я что я не спасу ну хотя бы вертекса уронем то есть пушка 300 ресурсов и 2 вертекса там было то есть сами понимаете что размен опять мою пользу экономическая борьба пока что идет еще ставлю я опять пушку копим резцы на красном снабжении сидим там пехота не знаю сливают он ее или хотел разведать но неважно если поднимая своих креветок мне еще грей на кажется были хорошо что мне напомнил что мне там кустах грены были а по моим потом отправил в центр чтобы они там помогали так производим мы опять немножко мамонтов мамонта 456 хватит я думаю для того чтобы его напрягать и удерживать позицию который занял стоят пушки на случай чего так засветил и здесь у него грады опять появились вот у меня немножко гренов отступаем так и сейчас я буду принудительным огнем выбивать по последним данным где я видел местоположение его граду буду туда час накидывать по моему один град я уничтожил сплэшем ну и 2 пом тоже стреляю но он по-любому уже отступил вот у меня 1300 леса уже принципе никого почти заполненная сейчас примерно вот уже буду выходить 4 штаб до уже пошел я понимаю что без хамелеон и ничего не сделаю в текущих реалиях ну и ковыряя третьим штабом это несерьезно на 21 минуте будучи золотой лигой тут уже вовсю ягахам играется и все защита град короче в этом всякая фигня так по левую сторону у меня мало анти воздуха то есть дикобразы больше на правой части опять таки он от холма им налетает правильно делает там есть слепая зона не всегда он будет получать урон здесь я поднимаю свои креветки увидел бункер хотел ударить бункер здесь мне повезло что он по мне не попал но я сейчас ему еще дам вслед то есть если бы по мне так вертекс и кинули по кречетам кречет и бы все упали на вертекс и видите пережили ну не все ну пережили атаку здесь не надо было отступить я подумаю что я таким же успехом еще раз по вертексом накину и еще получил по жопе в общем то хотя бы бункер забрал и по скорости видите он сделал круг и все равно моих кречетом догнал еще и дал им звездюлей так выходим в хама 4 штаб есть минус 2 кречета у меня и принципе вертексы у него минус 3 по моему или тоже минус 2 ставим 2 положки опять у него куча вертексов ведь уже опять 4 а уже 504 штаб да кстати у него он раньше немного появился чем у меня какой-то период времени это заметил потому что он авиации больше играл и окупался там был к это момент я вроде бы разведал возможно не показал у него было очень мало на земке он еще увел вниз туда под свои заводы и в этот момент он просто скопил лесов чтобы идти в 4 штаб и сделать именно авиацию него там будет три аэродрома не знаю чем-то уровне делал говорит они не докачены минут я же играю не докаченными мамонтами ничего нормально торы по-любому долетят даже если они там не сильно качены и по-любому долетят в таких реалиях и нанесут урон по ложку мне не так много ну достаточно передвигаю остатки мамонтов дабы прессовать его еще эффективнее заказываю по моему я хамелеона пушки стоят не знаю какой от них был бы толк если бы он играл чисто наземкой было бы интересно узнать пушки 16 ранга у меня еще с тех пор не качал опять он меня здесь убивает надо включать опять воздух это не дело включая красный в этом бою слишком много бустов ушло прям очень кречитом пытаюсь помочь но он потерял его управление в общем не потеряла кречитом здесь у меня есть туман он по моему опять полетит на меня а нет я здесь попытаюсь атаковать первая моя атака с туманом типа он один хотя бы ну можно каким-то образом реализовать смотрим что у него здесь есть вот здесь есть уже зевса щит неплохой такой он немножко тут наверно растерялся контролем у них хотела плохо вот тут расстрелял в принципе я его время сразу пытаюсь уехать узнаю что за привычка сразу в туман ехать зевсами цель немного напрягает ну здесь пытаемся каким-то образом его расстрелять он тоже уходит хама я почти потерял я пытаюсь продолжить свое наступление яги у меня к сожалению скопились такой вот кулак один бедный хамелеон там живет и не знаю как он умер вроде бы там не было прямого выстрела даже от сплэша он умер не знаю как то получилось от чего умер хам что ему там прилетела ну здесь я тоже отступаю своими ягами без хамелеона сражаться против зевса считает вообще самоубийство я считаю и здесь я разлаживаюсь то есть если он нападет он сразу получит по щам ставлю еще один завод для ягуара уже поближе к фронту к фронтовым действиям в общем то есть еще один хам и по моему я включил производство дабы произвести 2 дабы напасть более эффективно что в любой момент может полететь авиации и выбить мне какой-то из заводов кстати так она потом и будет об этом долго поздно подумал может так сказать здесь у меня один кречет остался я в общем разведываю смотрю что у него здесь есть все посмотрим скорость вертексов как они быстро взлетают догоняют цель спокойно догнал меня даже себя не делал этот поворот а полетел прямо он бы все равно догнал моего кречета скорость подъема получается вертекс и кречета очень разная когда они на аэродроме и пытаются взлететь вертекс может прям только подняться с аэродрома и сразу атаковать кречеток не делает все опять 2 моя атака 2 тумана есть испытаемся занять более широкий фронт с дикими конечно это неудобно делать идеально все получается в условиях когда востока ягуара и хамелеон прям красота дикие постоянно пытаются близко подъехать и сдохнуть чуть не потеряла левую туману может секунда пройти недоконтролить и все видите опять то ли на халяву попал то ли он все таки успел попасть принудительном режиме и выбил мне один хамелеон здесь я не помню что буду делать по моему решил я отступить до вертексом я увидел понял ладно надо отступать все равно он сейчас в худшем состоянии по отношению меня он на земке больше потерял я принципе особо и не потерял думала нас коплю сейчас еще один хам этот у меня перезарядиться скопит энергию и мы еще раз нападем уже более уверенно его та самая атака на мой туман сколько там вертекс вы не знаю ну без воздуха он почти его минус но за раз на кое на таки был не знаю он мало потерял ему так скажу все они конечно красную потерял он мало там за минуту на золотом восстановлении он принципе восстановится в армию если будет конечно такая потребность у него я понял это мой шанс раз он вертексов там клепает на земке явно тут мало ведь она у него побитая а вертексы против тумана это такое не в общем то мы тут разложимся я не переживаю в градов у него нету даже там еще он будет стрелять туман что сделать попадет и попадет не попадет не попадет 50 на 50 я как бы кучно стою попасть тут не тяжело но он выбил центре там то что было 4 ягуара где-то щиты он поздно включил не успел среагировать возможно и в общем то мы здесь продвигаемся на его базу два тумана мне еще живы на щиты он уводит ну завода у него близко сейчас мы это все выбим получается туман у меня садится вот вертекс у него есть приходится нажимать золотой воздух чтобы мои дикие хоть как-то отыграли но видите хорошая моя стратегия в том что я подстроился к его базе поставил там ложки чтобы он не летал и он получает урон я дикобразовый от павлошек от павлошек урон то побольше будет чем на диких все мы пытаемся продвинуть составит стенки там у меня было три верху яга не смогли проехать я их разложил за стенками дикие 5 лет наружен видите там три яга сзади но я сейчас их разложу и направлю вот он я только вот сейчас пытаюсь прокачать завод новый до хамелеона пытался тоже здесь управлять наземкой в общем то друзья победа вам сносится издание ну на этом все можно заканчивать принципе просмотр данного боя напишите свое мнение в комментариях что же здесь за решала золотые бусты либо же правильная застройка зданий ближе к центру те же по ложке пушки и плюс он наверное зря играл масс вертексами дальше вначале принципе это было эффективно ну ближе к концу вертекс наверно были уже не очень узабельны всем пока